Друзья, всем привет! С вами канал Observer и сегодня мы поговорим о том, какие возможности имеют любительские телескопы и что они могут нам показать, ожидания и реальность. Смотря на завораживающие снимки, сделанные межпланетными космическими станциями и мощными наземными и орбитальными телескопами, многие поклонники астрономии, конечно же, задумываются о самостоятельном изучении звездного неба с помощью своего любительского телескопа, в ожидании получить сопоставимую по качеству картинку. Однако реальные возможности приборов, доступных обычному увлекающемуся астрономией человеку, могут сильно отличаться от наших представлений. В этом видео мы наглядно покажем разницу между ожиданием и реальностью. Наверняка многие из нас слышали шутку о том, что на Солнце в телескоп можно посмотреть лишь дважды, левым и правым глазом. Однако это не совсем так. Наше светило можно без вреда здоровью наблюдать с помощью специальных фильтров, начиная от самых простых, представляющих собой пленку, задерживающую более 99% света и позволяющую увидеть солнечные пятна, частичные затмения и транзит объектов по диску Солнца, до сложных линзовых систем с водородными фильтрами. Существуют и особые телескопы, предназначенные сугубо для исследования нашего светила, содержащие подобные фильтры в конструкции и обеспечивающие наиболее информативное изучение звезды на любительском уровне. Однако даже подобные дорогостоящие приборы покажут лишь наиболее крупные вспышки, некоторые детали хромосферы и солнечные пятна. Меркурий наиболее близкая к Солнцу каменистая планета, практически не имеющая атмосферы, с поверхностью покрытой кратерами и очень похожей на лунную. Несмотря на относительно небольшое расстояние до Земли, всего около 82 миллионов километров наиболее близкой точке, из-за малых размеров, а Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы, с радиусом в 2,6 раза меньше земного, в обычный телескоп можно наблюдать разве что изменение фазы объекта, а также его транзит по диску Солнца. Детали поверхности же доступны лишь камерам автоматических межпланетных станций. Наибольший вклад среди последних внесли Маринер-10 и Мессенджер, а в 2025 году Меркурий достигнет и запущенный в 2018 году аппарат Белли Коломбо, совместной разработки Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. Венера – вторая от Солнца планета, по размеру практически идентичная Земле, окутанная очень плотной атмосферой из углекислого газа с облаками из серной кислоты, скрывающими поверхность от наблюдений. Тем не менее, благодаря высокому коэффициенту отражения и близкому расположению от нашей планеты, самой близкой точке всего 38 миллионов километров, Венера видна даже невооруженным глазом, как очень яркая звезда. Однако наблюдения в телескоп ограничиваются лишь изучением ее фазы, наиболее же мощные любительские приборы способны дополнительно раскрыть самые общие детали атмосферы. Луна, пожалуй, самый популярный объект для наблюдения на звездном небе, ввиду легкости ее нахождения, большого размера, а также практически полного отсутствия атмосферы, открывающего доступ ко всем деталям поверхности. Наиболее частый вопрос от начинающих астрономов, касающийся изучения Луны, будет ли виден в телескоп знаменитый лунный модуль, оставшийся после высадки астронавтов миссии Аполлон-11. Несмотря на то, что с любым прибором, от простой зрительной трубы до мощного телескопа, вам будет доступен огромный пласт исследований, для того, чтобы увидеть упомянутый аппарат, даже отбросив те ограничения, которые накладывает земная атмосфера, вам понадобился бы телескоп с диаметром объектива около 150 метров, что, как вы понимаете, невозможно. Помимо Луны, для наблюдений на околоземной орбите доступен и еще один интересный объект, Международная космическая станция. Увидеть ее можно достаточно четко и подробно уже в очень небольшой телескоп. Марс — четвертая планета от Солнца с диаметром в два раза меньше земного, крайне разреженной атмосферой, открывающей доступ к деталям поверхности и имеющей характерный рыжий цвет из-за наличия в составе оксидов гидрата железа. Расстояние от Земли до Красной планеты каждые 15-17 лет проходит цикл изменения практически 8 раз, от 56 до 401 миллиона километров, с чем связаны частые спекуляции СМИ, говорящих о том, что Марс в определенный период времени будет виден на небе как две Луны. Конечно же, это не так. Несмотря на то, что Марс действительно примерно в два раза больше нашего спутника, располагается он в 150-1000 раз дальше. Астрономы-любители могут довольствоваться изучением диска планеты, а с мощными телескопами даже наблюдать полярные шапки. Открытая в начале 19 века Церера, несколько десятилетий считавшаяся полноценной планетой, а ныне отнесенная к так называемым карликовым планетам или планетоидам, является крупнейшим телом в поясе астероидов, располагающимся между Марсом и Юпитером. Тем не менее, ее диаметр все равно чрезвычайно мал, всего 950 километров, а расстояние до Земли достаточно велико, в среднем около 264 миллионов километров, из-за чего даже знаменитый орбитальный телескоп Хаббл фиксирует планетоид в виде нескольких размытых пикселей. Поэтому говорить об изучении объектов пояса астероидов любительские приборы не приходится. Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалению от Солнца. Находясь от нас намного дальше Марса, в 588 миллионах километров при максимальном сближении, Юпитер, тем не менее, благодаря своему размеру в 11 раз превышающему земной, является более доступным для изучения. Даже в небольшой телескоп при ясной погоде можно разглядеть полосы облачных поясов и четыре крупнейших спутника — Иоганимед, Европа и Калиста. А с инструментами побольше станет доступно и знаменитое большое красное пятно — гигантский атмосферный вихрь размерами в полтора раза больше нашей планеты. Наблюдения Юпитера наряду с Луной являются, пожалуй, самыми близкими к ожиданиям. Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размеру в Солнечной системе после Юпитера, находящаяся на внушительном расстоянии от Земли от 1195 миллионов километров до 1660. В простые телескопы на большом увеличении можно разглядеть диск планеты и наличие колец без каких-либо подробностей. Однако для комфортных наблюдений понадобится устойчивая тренога и хорошая монтировка. В инструменты же с апертурой от 100-150 миллиметров станут доступны щель Кассини в кольцевом поясе, два самых крупных облачных пояса в виде темных полос на поверхности и несколько спутников в виде тусклых звездочек — Титан, Тефи, Рея, Энцелад, Диона и Епет. Уран — седьмая планета Солнечной системы, первая из открытых в новое время с помощью телескопа в 1781 году Уильямом Гершелем, в то время как более близкие к Солнцу планеты были известны человечеству еще со времен античности. Уран известен тем, что ось его вращения направлена перпендикулярно орбите, то есть он как бы лежит на боку. Несмотря на внушительный размер, диаметр объектов в четыре раза превышает земной, чрезмерная удаленность до 2,6 миллиарда километров при максимальном сближении сильно затрудняет изучение планеты любительскими инструментами. Кроме того, Уран практически лишен каких-либо существенных деталей атмосферы, видимом спектре, облачных полос и атмосферных штормов, характерных для других планет-гигантов, за что даже получил характеристику невыразительной. После изучения первых снимков, полученных пролетающим вблизи него аппарата Voyager в 1986 году. Нам же остается довольствоваться лишь наблюдениями маленького сине-зеленого шарика. Нептун – последний известный на сегодня планета Солнечной системы после перевода Плутона в 2006 году в категорию планетоидов. Ледяной гигант имеет диаметр в 4 раза больше земного и располагается в 4,5 миллиардов километров от нашей планеты, что делает изучение каких-либо его деталей Земли практически невозможным. Все, на что остается рассчитывать астрономам-любителям наблюдение маленького сине-зеленого пятнышка, доступного только с достаточно мощными телескопами. В то же время межпланетные аппараты, изучающие Нептун, передают снимки весьма выразительной, в отличие от Урана, атмосферы с гигантскими штормами, так называемым большим и малым темным пятном, светлыми облаками и несколькими облачными поясами. Объекты дальнего космоса являются еще одним предметом обсуждения, наглядно демонстрирующим разницу между ожиданием и реальными наблюдениями в телескоп. Каждый из нас видел удивительные космические снимки туманностей, галактик и звездных скоплений, переливающихся всеми цветами радуги. Однако стоит отметить, что даже наиболее мощные земные оптические телескопы способны получить лишь черно-белое изображение этих объектов, которые далее раскрашивают специалисты на основе данных о их химическом составе и типах излучения. Кроме того, объекты дальнего космоса, несмотря на зачастую большие линейные размеры на небосводе, например, галактика Андромеды М31, занимает площадь в несколько раз больше Луны, являются чрезвычайно тусклыми, из-за чего их наблюдение невозможно осуществить невооруженным глазом. Для этого потребуются светосильные телескопы, а качественные фото делаются путем сложения десятка тысяч отдельных кадров для получения четкого и контрастного изображения. Любитель же при наблюдении получает плохо различимое и черно-белое изображение, скажем так, несколько отличающиеся от картинок в интернете. Тем не менее, с хорошим оборудованием при правильной настройке и дальнейшей постобработке даже любители способны получать снимки на уровне профессиональных. Что ж, друзья, ограничение в визуальных наблюдениях — это в любом случае не повод отказываться от любительской астрономии, ведь ничто не может сравниться с самостоятельным наблюдением красот космоса, даже несмотря на то, что они будут не такими эффектными, как кадры с профессиональных орбитальных телескопов и межпланетных аппаратов. Кроме того, любительская астрономия даже сейчас вносит свой вклад в развитие космоса. Например, именно любителями фиксировались падения небесных тел на Юпитер в 2009 и в 2010 годах, а также открывались многие кометы. Одна из последних — межзвездный объект 2L Борисов, обнаруженный в 2019 году Геннадием Борисовым. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, нажимать на кнопку и колокольчик, чтобы получать уведомления о появлении новых роликов. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку в интернет-магазине оптической техники Observer MSK. Комментарии под видео также приветствуются. Давайте общаться и делиться информацией. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока!